Именно он проходит студии у Микушевича, классика нашей современной школы. То есть говорить о семинарах нельзя. Единственный семинар остался у Евгения Владимировича Камилы Ветховского. Собственно говоря, это знаковая фигура в литературе. Это лицо на человек-талант, в этом мире гениальный, обладающий феноменальнейшими познаниями. Говорят так, что более 10 языков, в частности он забыл, причем среди них редкие, африканс. Гельский, шотландский, голландский и так далее. Сейчас, конечно, не все перемещалось, но тем не менее, объем такой знаний не радует. Евгений Владимирович издает ежегодно по многому книгу классической поэзии во время всех эпох. Мы немного перейдем поход за книгами. То есть он создал в 2003 году сайт Век-Перевода, который создан за рубежом, но фигурирует здесь, и он закрыт. Вот такая пародия. У нас гей-сайт открыт, сайт курильщиков-наркоманов открыт, а сайт переводчества закрыт. А как это закрыт? Я вам сейчас объясню, как это закрыт. Есть внешняя оболочка, которая выложена для общего развития истории российского перевода. А вся работа над книгами, все обсуждения идет запрыто через пароли, то есть был учетный запрос. Это вызвано тем, чтобы очень много злых хакеров, очень много троллей, интернетики, неприятных личностей, графоманов, много врагов, среднепереводчиков тоже, тем не менее, сайт закрыт. Но работа там ведется, создаются книги. Доходят ли эти книги до читателя? Ну, доходят, очевидно, но не так бы хотелось бы, потому что в нынешней обстановке сейчас даже маститый поэт издает свои произведения тиражом в 100-200 инзекляров. Причем он не уверен, что все не разойдутся. Да, вот такие вот малопиражки у нас выходят. И работа ведется, и, собственно говоря, для тех, кто желает, то там все-таки фото открыли. Ну, просто должен специалист сайта порекомендовать этого человека, до него поручиться. Вот, и если он действительно готов, он там учится. Я сам на этом сайте когда-то учился, проходил все последние курсы перевода на нем, и скажу, что это очень непосредственно. Ну, возвращали. Теперь перехожу, собственно говоря, к более такому насущному, приятному, можно сказать, книгам. Я думаю, грех было бы не воспользоваться нашей встречей, чтобы не делать маленькую презентацию, буквально на 3 минуты. нового издания Шарля Марии Рене Репонта де Вилья. Вот здесь вот книги лежат. Кто желает, кто может подойти, посмотреть, полистать, может даже приобрести. Вот. Я вкратце расскажу, как эти книги создавались, кто этот автор, и, собственно говоря, что мы имеем. Вот. Четырехтомник — это полный канон стихотворений великого французского поэта XIX века Шарля Марии Рене Репонта де Вилья. Еще в Серебряном веке это имя было очень популярно в России. В советское время готовилось его издание масштабное, однако из-за разных обстоятельств в 60-м году вышла только маленькая, тоненькая книжка его стихов, сделанная Игорем Поступальским. Это тоже один из выдающихся переводчиков, блестяще переводил Репонта де Вилья. Вот. Другие переводчики не вошли и не были изданы. Их работы, которые с Репонта де Вилья, остались лежать в роголи наших в руководительских фондах. Их в течение 40-50 лет никто ими не интересовался, они там были. Между тем, Репонта де Вилья переводил Лозинский, переводил Гумилев, Блок и так далее, и так далее, Брюсов, Шенгелев и многие другие классики. Пусть и немного, но тем не менее этот поэт тогда был наступен. Дело в том, что Репонта де Вилья руководитель Барнарской школы французской. Что это не важно. Он, что важно, он занял кресло президента французской академии после смерти Бюго. Он бы его не занял, если бы Бюго в своем предсмертном, скажем так, завещании не указал, что своего преемника он хочет видеть только Лепонта де Вилья. У Лепонта было много врагов и его бы, скажем так, не допустили. Что же сделал этот человек? Он создал всего лишь три при жизни книги. Ну, это именно книги, это не сборности. Каждая из этих трех книг можно сказать знаковым вехой французской литературы 19-го века. А выделиться французской литературой 19-го века это крайне сложно, потому что этот век именно создал такое обилие количество великих поэтов и писателей в окрасте, что перекрыл все предыдущие века. Эликонт де Вилья создал три книги. Последние, после него были созданы последние стихотворения. Первая книга античные стихотворения. Здесь посвящены, как вы поняли, отображения древней Греции, мифов, его воззрений и так далее, и так далее. А также древней Индии. Эликонт увлекался древней Индией. Вот что тогда было в Европе, это середина 19-го века, было много. То вторая его книга, которая называется «Трагические стихотворения», извините, «Варварские стихотворения», «Трагические стихотворения», уже была воспринята восторженной лицензией самого Баддера. Одобрение Баддера получить для поэта это было высшим признанием, потому что Баддер не жаловал. Наконец, это были трагические стихотворения, продолжавшие «Варварские», и, наконец, последние. Собственно говоря, были подняты архивные уделы переводок, которые были напечатаны Витковскими, его сыном. И остался очень большой пласт литературы Эликонта Делилия, который мы, видите, начали переводить. Переводили мы его упорно несколько лет, несколько этапов, я присоединился на последний этап. И в итоге, только сейчас, в марте, вышел этот долгожданный четырехтомник французского пласта. Таким образом, русская литература обрела еще одного великого поэта в мире, которого не имела. Я считаю, это достойно быть событием. Я прочту коротенькую свою работу из первой книги «Античные стихотворения», которая называется «Эолиды». «О, ветры быстрые, вы словно дыхание сладостной весны, когда лапзаете любовно луга и рощи свершены. Эола, дочери, божественные девы, вы пробуждаете природу на заре. Дриада, слыша вас в листве родного древа, купает мягкий мох в слезинах серебря. Как стаи ласточек, крылами касаетесь кристальных вод и зеленее тростниками пузырит ли снова вас коврог. Священным лебедем с белейшим оперением здесь на цветах речных могучий плавал Бог. Вздувался пух его под вашим дуновеньем, когда в нем взор жены огонь дюбира сжег. Гармонии запаха и света вы увечали грудь земли. В ионию вернетесь ли в край бедоносного генета? О, эолиды, вы небесные посланцы, где колыбель богов, там ваша песня текла. Я омывал и лис вам легкие крыла, прозрачную волной плеща в созвучном танце. Когда Девгенис с млечной шеей кружилась в танце у реки, в милецкой розы лепестки вы щедро сеяли над ней. Отвод гомеров на стопах окрыленных направили бы путь туда, куда Алфей за риту заимчал среди глубин соленых на остров, где бога волнисты зла полей. Где под плотаном, что защитой певцу от зноя дня служил, вдохнули вы любовный пыл в уста благого феокрита. Зефир, епикс и эр, несущие прохладу, вы звонкий смех богов, что украшает долг. И вам благодаря младой пастуха брел под сенью лесной и отдых и отрад. Меж тем, как пчелы кружат танец на чашечку цветка спеша, от вас услышал мантуанец сколь аморились хороша, вы прячетесь в листве, заботливо внимая, как милый юноша, что в миртовом венке начнет искусно петь, черед свой принимая на состязании с церницею в руке. И там же, завернувшись в тогу, близ юных старики стоят, затем в награду за их лобу, а вна и кубок им дарят, клонили вербы над голодей нежной и целовали ним, им уважаняя взор, качали давниса в пещере безмятежной, под саваном простым есть цветок уток. Когда невинные юницы, любимицы богов, людей, несли в ладонях голубей, могла любовь их зародиться, им навевали вы волнующие грезы, венеру славили и высшие неги сласть. Велели выслушать влюбленных стоны слезы, что ночью у двери им изливали страсти. О, как лобзали вы, нет слаще, ноги, руки, плечи, дев, под плеск ручья и шум дерев, и на холме, и в темной чаще. На эллинских полях, средь итальянских долов, на дивных островах, где алых волк прибой, всегда вы реете, о, плод благой, эолов, даря под лунный мир улыбкой голубой. Тем яном веете ванилью и чарами незримых уст, цивницы, преданной Вергилью и сладкоперцу Сиракуз. На гения устах вы радостно парите и в пору дивную к нам прилетайте вновь. Из фурм своих злотых пролив на мир живой, гармонию, покой и сладость подорит. Вот так вот, через мифологическую призму, векон-завинь воспринимает ветра, вот, наверное. Ну, эолиты, как вы поняли, это дочери, дети, бога, через ветро, и овощи. Вот, это была, собственно говоря, последняя великая страница классики европейские. Парнастская школа, которую сменил Докадрат, Ступанов, который привел к христианизму, привел к постмодернизму и, по сути говоря, полному разрушению стихотворной формы, классики. Сейчас уже постмодернизм, наверное, идет. И так далее. То есть, поэзия Европы, ну, в отличие от нас, которые мы еще держим, эту марку, да, и Азии, Америки, идет сейчас по принципу верлибра. То есть, все школы, все достижения предыдущих веков, размеры, рифмы, и так далее, все стихотворные, скажем так, метрические детали, да, воспринятые из древности, все ушли сейчас на них. Сменилась верлибра. Верлибра, кстати, переводить очень тяжело. Вот, свободный стих, как правило, в неумелом переводе воспринимается в неудачной прозы. Вот. И очень трудно перевести настоящий верлиб эквивалентный верлибр. Но я переводил очень много верлибров, поэтому не буду говорить. Скажу, что легче переводить устойчивую форму. Например, работая с итальянской литературой, здесь нужно уметь переводить устойчивую форму литературы. Ну, что такое устойчивое? Это, прежде всего, сонет, это терцина и актаза, то есть формы, основанные на четвергом тройной созвучий и определенным контрапунктом и определенной архитектоникой произведения. Поэтому, собственно говоря, работая с этими веками, начиная от XIII и кончая до XIX, когда был еще некоторый последний всплеск в Европе интереса к классическим формам. И XX век, собственно говоря, уже вложил Слой Группич. В завершение своего доклада я хочу прочитать несколько стихотворений, отобранных мною для сегодняшнего вечера. Я хотел исправить то, что не публиковалось и никогда, собственно говоря, не выставлялось на широкое обозрение. Поэтому все сплошь премьеры. Это будет три, четыре стихотворения, которые я вам предложу. И я выбрал миноритарную литературу. В карте расскажу, что такое миноритарная литература. Есть, собственно говоря, классическая литература страны, итальянская, французская, но многие языки имеют в себе диалекты, региональные языки, так называемые. Италия в этом плане побила все рекорды. У нее очень много диалектов, они очень различаются, там есть свои формы. И на многих из этих диалектов существует уже своя маленькая литература как бы внутри, внутри большой итальянской, но она развивается, скажем так, по своему русскому, и имеет своих уже классиков на каком-то определенном диалекте. И зачастую она как-то перетекает в общую итальянскую литературу на официальном языке Италии, а в какой-то мере нет. В этом плане все дает это очень интересно. Какие же есть диалекты? Ну, прежде всего неаполитанский диалект. Неаполитанская литература очень древняя, она идет от 13 века. И выдающееся произведение неаполитанской литературы это Пентамирон. Произведение построено по принципу Бокаччо, только если у Бокаччо 10 дней по 10 новелл, там 5 дней по 5 новелл сказочных. Пентамирон написан на диалекте неаполитанский. Причем только в 19 веке, от произведения 17 века только в 19 веке был переведен на литературу итальянского. А уже на немецкий был за век до этого переведен и на английский непосредственно с неаполитанский. То же самое можно сказать о венецианской школе, венецианском диалекте. Но мы сейчас обратимся к более экзотичным, экстравагантным формам диалекта. на которых тоже есть поэзия. В Италии сейчас существует программа по поддержанию миноритарных литератур на диалектах. В Сан-Марина проходит ежегодный фестиваль очень такой значимый диалектный поэзий. Результаты этого фестиваля выкладываются на сайте, где выкладываются тексты на диалектах с обязательным переводом на литературный итальянский. Руководит этим современная поэтесса Эркалани с переводом с которой я тоже делал 20 стихотворений. Но тем не менее там можно найти интересную преемственность по касательно миноритарных фестиваль. Я прошу перевод с безиапа. Это диалект, он может дать язык венецкой глупы. Венецкой. На безиапе говорят Горицы, это область в Италии, на некоторых городах еще это так далее, в некоторых областях. Вот интересный поэт, которого никто не знает, у нас, Филиппо Чекет. Это он представитель, родился в 1872 году, умер в 1912. Он был продолжателем народно-хомического направления, которое в Италии очень древнее и восходит к 13 веку. Вот его сонет из этой серии. Диалог наивной девушки и священника. Я думаю, вы угадаете, о чем будет речь. Но если нет, то тогда подскажите. Я чудо в нашей видела в сторонке. В жестянке кто-то говорил. И кстати, играл и пел, подобно пятиатик, на пианино. Свист еще был звонкий, как паровоз. В той штуке ребятенки внимали, словно лучших нет занятий. Святой отец, с какой скажите статик свистеть и проповедовать воронки? Держись подальше, дочь моя, боюсь я, что выдумали хорисеи эти? Воронки дьявол, будь тверда в искусе. Что слышу, падра, те бедняжкие дети, того не зная проклятый Иисус, их сжарит, как дроздов попавших в сети. Ну, поняли, о чем мы встречали? Ну, да, о репродукторе. Да, о репродукторе, о том, как люди слушают тогда еще в конце 19 века репродуктор, и как это воспринимается в народном сознании. Как видите, эта сценка, которая создана в безупречном классическом сцене, написана на народном языке лезиан. В классической форме, народным словом. Вот в этом, собственно говоря, вся прелесть этой миноритарной литературы. Есть еще фреульская поэзия, но я ничего вам читать не буду, хотя из нее я тоже переводил. У фреулов уже в 17 веке был свой классик Эрмес Колоредо. И в 19 веке писали на фреульском, а в 20 веке этот язык воскрешал известный Гер Павел 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 писал стихи на фреульском. Но возойдемся к другим миноритарным литературам Сан-Марином, Республике Сан-Марином. Игнацио Бенцотти это первый, пожалуй, сан-маринский поэт, который известен в мире. Родился в 1767 году, умер в 1828 году. Стихотворение, собственно говоря, можно было бы назвать и нином Сан-Марина, и самым знаменитым днем. Это тоже санет, я его прочту, потому что сан-маринской литературе у нас на русском языке никогда нет. Салют, земля, свободная, любима, ты счастлива в спокойствии и пачье, щедро сгубить не может деспотия, которыми природой ты дарима. Ты не страшишься воин огня и дыма, за необвод твой доблести людским. Салют тебе, сыны твои благие блюдут свободу непоколебима. Законы и обычаи соблюдая, ты, историц, ведешь, тщеславя время, на скромную свою делу не возлагаешь. Мудра, бедна, державна в то же время и все века от зависти сгорают, тебя хвалит людское будет плеть. Вот так вот стихотворение Родины.